МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне ж все обдало, обдало. У меня ж не по себе стало. Дорогая Альбина Николаевна, простите вас. Не смогли бы уберечь вас. Причал, что-то говорит, мама меня не трогай, я сейчас всех убью. Что-то там такое. Дорогая Альбина Николаевна, простите вас. Что было сделано, чтобы этого не повторилось? Человек с большой буквы, без которого село, лишилось души. Юрий Гагарин жестоко расправился с учителем химии. Об этом резонансном преступлении говорят даже федералы. Мы побывали на месте трагедии. Пообщались с коллегами, потерпевшей, с ее учениками, а также очевидцами ЧП. Без лишних предисловий с этой темы мы и начнем. Село Евгачино Большереченского района на Партизанской улице жизнь кипит в каждом доме, не бурлит только в этом. Еще недавно его владелица считалась самой гостеприимной хозяйкой и ни много ни мало душой села. Но жизнь заслуженного учителя РСФСР неожиданно оборвалась и расколола тихое деревенское существование на до и после. Местные в унисон признаются, от такого удара оправятся очень нескоро. Ведь зверскую расправу над 88-летней учительницей химии устроил ее ученик. 62-летний Александр Ошенкевич бдительный старожил. Пенсионерка следит за порядком на родной улице и сердобольную Альбину Николаевну много лет назад взяла под крыло. Помогала с хозяйством, развлекала беседой, отваживала незваных гостей. Дело в том, что у потерпевшей Пономаревой не было ни мужа, ни детей. Всю душу и средства она вкладывала в родное Евгашина и его жителей. Очень даже хорошая женщина была. Жалко даже ее. Очень даже жалко. Труженица была хорошая. Любила работать. Все для школы. Она на школу тратила. Она вот нынче ремонт сделала, говорят, в школе химии. Да, хорошая женщина. Я вчера газету получила, она ревела сердечку, правда, как увидела ее портреты. На черный день учительница не откладывала. Пенсию раздавала соседям. Кому на памятник, кому на одежду, кому на дрова. Школьникам из своего кармана оплачивала констовары и сотни флеш-карт. Кому надо, тот идет и просит. Она всех выручала. Она никому слова плохого не сказала. Никому ничего. Никогда. О широкой душе Пономаревой знал каждый. И некоторые злоупотребляли ее добротой. Среди таких людей был и тезка первого космонавта Юрий Гагарин, он же Гаренок. Когда-то давно непутевый ученик потерпевший. Ныне тунеядец, многодетный отец и сиделец со стажем. В биографии Меча 11 судимостей и почти 30 лет, проведенных в тюрьме. Гагарин частенько наведывался к пенсионерке, но не ради задушевной беседы. Денег занимать пришел. Вышла за ворот так же. Лыжу, велосипед стоит. Я говорю, ага. Знаю, кто приехал. А я захожу, а я говорю, а ты почему пришел сюда к больному человеку? Ну, старый человек. Она же нам не ровня с тобой. Она нам уже в матерях годится, а ты ходишь туда. Что ты малая ряша на меня? Я говорю, иди отсюда, ради бога. А потом он, ну, давай, давай, я поеду. А я говорю, а как ты разговариваешь? Ты как разговариваешь со старшим человеком? Давай. Не давайте, а давай. Она тебе что, я говорю, ровнили что ли? А? Ты так разговариваешь с ней. Бестыжие, говорю. Ну, я его выгнала. Выгнала, он ушел. Я проводила за ворота его. Он так сел на велосипед и поехал в этот штан. Я ее поругала маленько. Зачем принимаете? Ну, он же вам не ровнее. Он ко мне пришел поговорить. Я говорю, а о чем говорить-то? О чем? О чем говорить, ну, Альбиня Николаевна? С неудачей Гагарин не смирился. Правда, на тот момент пенсионерки не догадывались о твердом намерении рецидивиста добыть деньги любой ценой. Подозреваемый проник в дом поздним вечером. И, как уже установило следствие, несколько раз ударил пенсионерку по голове железным прутом. После задушил проводом. На отчаянный шаг решился, конечно же, ради денег. Вот только заветной наживы так и не нашел. Дело в том, что учительница успела потратить практически всю пенсию на помощь односельчанам. Ближе к ночи Альбине Николаевне привезли дрова. Соседка расплатилась, но достучаться до учительницы и сообщить новость не смогла. Дверь была заберта, свет в избе не горел. Теперь Александр Ошенкевич признается, неприятные подозрения зародились в душе уже в тот момент. Но поднимать панику пенсионерка не стала. Решила подождать до утра. А каждый понедельник у нас в это привозят стряпушки. Приезжает Тара. Я ей все время куплю булочек там и принесу. Принесу, и она все смеялась. Что, уже насляпала? Я говорю, да, насляпала. Ночь большая. А тут взяла стряпушки, приношу. Бать моя, время 9 часов, дом на замке. Меня ж все оббатывало, обдало. Меня ж не по себе стало. Я подумала, может, плохо сделалось. Я все передумала. Может, скорую вызвала, увезли в больницу. Ну и все, я опять до утра. Утром прихожу. Опять замок висит. Булочки, как положила, так лежат. Я эти булочки забрала. Забрала, пришла, переоделась, пошла в школу. Я говорю, Валентина Ивановна, к директору. Я говорю, Валентина Ивановна, такие дела, я говорю. Она говорит, что случилось? Я говорю, надо что-то делать. Альбина Николаевна-то искать, я говорю, надо. Дом заслуженного учителя будет хранить жуткую тайну целые сутки, прежде чем обеспокоенные коллеги Альбины Николаевны осмелятся войти внутрь и обнаружат бездыханное тело Пономаревой. Бдительная соседка сразу укажет силовикам на Гагарина. Тот таится не станет и под камеру расскажет, как решился на предательство, которое потрясло все село. И куда вы его повесили? Вот, куда вы его повесили. А если вот в таком положении замок, это что значит? Что дома никого нет или что? Что дома никого нет, да? Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено статьей 105 убийства и статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации разбойное нападение, сопряженное с убийством. В настоящее время по инициативе следствия мужчина заключен под стражу. Сроком на два месяца на время расследования уголовного дела в последующем срок содержания под стражей может быть продлен. Для Пономаревых школа была смыслом жизни. Мать, потерпевшая, работала учителем начальных классов, а отец занимал кресло директора. Альбина Николаевна стала достойным продолжателем семейной династии. Семья образцовая, я имею в виду, уникальная. Уникальная тем, что настолько широкий кругозор у них. В любой отрасли, можно сказать, с ними можно беседовать. Любой специалист. Это действительно, даже слов нет, что это за человек был. А вообще, в общении очень простая. Любила людей, детей. Очень тревожилась, если проблемы какие-то не только в школе, но и в селе. И тоже старалась каким-то образом решать эти проблемы. Преподавала химию почти 60 лет. И даже разменяв девятый десяток, не ушла на покой. Последние годы занималась репетиторством, но со школьников не брала ни копейки. Преподавала Пономарева не ради себя, а ради светлого будущего учеников. А вот здесь ее рабочее место. Коллеги оставили все как есть. Говорят, даже спустя две недели рука не поднимается. Убрать ее вещи. На столе личная фотография, на стуле шаль. Такое ощущение, как будто она посещала школу только вчера. Бывшие ученики вспоминают Альбину Николаевну исключительно добрым словом. Говорят, она была человек-легенда. Почетный гражданин Большереченского района, выдающийся педагог. Это была настолько интеллигентная женщина, она со всеми разговаривала на вы. Она со мной, я ее ученица, а она разговаривала на вы. Она со всеми, даже с тем же Гагарином, который на ее руку поднял, она его называла Юрием Петровичем. Сегодня жители Евгачина планируют назвать улицу в честь Альбины Пономаревой, а в ее доме сделать музей. Дорогая Альбина Николаевна, простите нас, не смогли мы уберечь вас. Между тем, убийце заслуженного учителя дорога одна. На долгие годы он оставит семью и свободу. Гагарину грозит порядка 15 лет тюрьмы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Опасно для окружающих. Новый поворот в скандальном уголовном деле блогера Евы Абрамович. Сотрудники следственного комитета получили на руки долгожданные результаты психолога, психиатрической экспертизы 26-летней Мички. После многочисленных анализов и проверок специалисты признали девушку невменяемой. А это значит, что эпатажная дива еще очень нескоро увидит свою дочь. В прошлом месяце я подробно рассказывала о скандале, который прогремел вокруг Евы. Загребил за девушкой дурную славу и разрушил ее семью. Конфликт, напомню, произошел в разгар весны в БСМП-1. А Мичка проходила лечение в отделении острых отравлений и напала на медсестру. Позже рукоприкладство буйная пациентка пыталась оправдать некомпетентностью медика. Якобы сотрудница была груба и некорректна, и сама спровоцировала конфликт. Тогда у потерпевшей диагностировали ушибы мягких тканей головы, синяки на теле и растяжение мышц шеи. А на блогера завели уголовное дело по статье «Побой». Позже выяснилось, несколькими неделями ранее Ева точно так же не совладала с эмоциями и якобы в состоянии наркотического опьянения набросилась на инспектора ПДН. В результате чего и угодила на больничную койку. Еще раз краткий экскурс в биографию взбалмошной дивы. Впервые о Еве Абрамович жители нашего города заговорили в 2017 году. Тогда, будучи студенткой педагогического университета, Амичка пнула двоих полицейских, третьему сразу же порядка расторапала лицо. Так привлекла к себе внимание прессы и, прочувствовав вкус славы, не желая покидать софиты, завела собственный блок. В 2019 пыталась пробиться на скандальное реалити-шоу «Дом-2». В 2020 примерила на себя роль невесты в программе «Давай поженимся». Но в октябре прошлого года звезда от соцсетей родила дочь и кардинально сменила имидж. Убеждала подписчиков, что оставила сумасбродные выходки в прошлом и окунулась в семейную жизнь. Но семейная идиллия длилась недолго. После потасовки в больнице органы опеки нагрянули с проверкой и выяснили, что, как бы там ни было, Амичка справляется с родительскими обязанностями. Инспекторы не увидели оснований для того, чтобы разлучать Еву и ее дочь. А вот медики, да, врачи выявили у девушки солевую зависимость и признали ее невменяемой. На сегодняшний день расследование уголовных дел по 116 статье «Побои» и по части 1-й 318 статьи применение насилия в отношении представителя власти завершено. Материалы направлены в Кировский суд. Еве грозит не решетка, а больничная койка. Силовики будут требовать для дебоширки применение принудительных мер медицинского характера. Я напомню, что муж девушки, он же отец ее дочери, прошлым летом умер от передозировки наркотиками. Поэтому, если родственники Евы не смогут забрать к себе ее дочь, малышка отправится в дом малютки. Глубокая ночь с жителем улицы Берка Цемента не до сна. В полицию поступает сразу несколько идентичных жалоб от местных. Причина недовольства – по двору бегает неадекватный мужчина и лопатой крушит чужие авто. Подоспевшие силовики выясняют детали ночного перформанса. Очевидцы рассказывают, лопату буйный амич взял в подъезде одного из домов и сперва шумел там. Начал вот бомбить. Взял лопату у нас тут и начал бомбить все двери, этажи, провода все порвал у нас. Все ночью ремонтировал, ходил. Кричал, что-то он говорит, мама меня не трогай, я сейчас всех убью. Что-то там такое. Ну, часа в три ночи слышал крики, что кого-то там кто-то убивает. Ну, и слышно по дверям стучат там лопатой. Ну, я в глазок выглянул, потом дверь открыл, он там что-то с лопатой на меня побежал. Ну, я не стал с ним связываться, закрыл дверь. Второй акт спектакля разыграл уже под открытым небом. Убежал в соседний двор, где успел повредить пять машин. Чтобы предотвратить еще большие разрушения, пара местных смельчаков объединяют усилия и самостоятельно задерживают дебошира. Прибыв по вышеуказанному адресу, мы обратили внимание на группу молодых людей, которые попросили помощи. И среди них увидели неадекватного мужчину. Они его удерживали, да? Да, они его удерживали, получается. Стражи правопорядка надевают на хулигана наручники, после чего о меча, неспособного даже вспомнить свое имя, отправляют в больницу. Позже в отделе полиции 29-летний скандалист выступает с чистосердечным признанием. Говорит, перебрал со спиртным. Они же бегали за мной, эти молодые люди, хозяева машин. А ты чем их повреждал? Чего повреждал? Назад кроешь? Чем бил по машинам, расскажи. Ну, бил по машинам, вот только, что я помню, руки, ноги. Ну, оказывается, не только. Лопату брал? Да, да, лопату брал. Уже известно, пирушка влетит мужчине в копеечку. По подсчетам экспертов, причиненный ущерб больше 300 тысяч рублей. И владельцы авто намерены предъявить любителю крепкой выпивки гражданский иск. С окна было видно, что он там прыгает на Ниссана Марокки, на капоте. Но он повредил три автомобиля Хондо Аккорд, Лектус 570 и Тойота Аурис. Капот. Это разрубленная передняя левая стойка вдоль лобового стекла. Это разрублен брус крыши. По правой стороне между дверей разрублена дверь. Зеркало повреждено, накладка покорябана и заднее стекло этой двери. То есть будешь размещать? Конечно. Это ж мой косяк. Я это все понимаю. Но и это не все. Поскольку подозреваемый уже имеет богатое криминальное прошлое, топтал землю по ту сторону решетки за кражу, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и оборот наркотиков, отвечать любителю горячительных напитков придется по всей строгости закона. Моё мнение такое, что таких вообще надо изолировать от общества. Они ничего не предоставляют для этого полезного общества. И хорошо, что никто не пасся на встречу слабого пола. Ни дети, ни женщины, ни старики. Потому что он бегал с ножом изначально оттуда. Выбежал из лопаты штыковой. Следователем отдела полиции номер 6 УВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Умышленное повреждение имущества. В отношении фигуранта следователям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и належащем поведении. На этом классический криминал я ставлю на паузу. И по заявкам зрителей для психологической разгрузки расскажу, как коротают время сотрудники Омского кинологического центра. Вот так вот Балзая может. Балзая вот так мазит. Да. Балзая улыбается. Да. В кадре Ангелина. Она же Геля, она же наша радость. Но не ведущая проекта основана на реальных событиях Омск, а Барзая. Эта четвероногая охотница еще не догадывается, что буквально через пару минут гордо прогорцует барингу, покорит сердца зрителей жюри и займет почетное первое место, оставив хвостатых конкурентов позади. Ангелина привезена у нас с Москвы, с очень известного питомника Холовьев. Она очень молодая, очень красивая, перспективная. Геля выставляется уже во взрослом классе. Она уже успела закрыть чемпиона России, чемпиона Российской кинологической федерации. Но так как мы очень большие патриоты, очень любим показывать своих собак, мы продолжаем выставочную карьеру. То есть мы не останавливаемся на достигнутом, ездим по разным городам и показываем своих красивых собак. В выходные Омский кинологический центр при Уфсин России распахивает двери не только для служебных собак. Национальная выставка собирает в одном месте больше 60 пород и 200 хвостатых участников всех возрастов и мастей. От карликовой таксы и гладко уложенного лхасского апса до мощного Ньюфаундленда и грозного пикбультерьера. Отбор испытания серьезный. Между номинантами сильная конкуренция на каждом этапе, поскольку среди четвероногих конкурсантов есть и обладатели внушительного списка регалий. Десятимесячный бультерьер «Леди» еще щенок, но вся ее жизнь – погоня за триумфом. Расслабиться не дают регулярной тренировки, и хозяйка, которая не скрывает, идет побеждать. Мы заняли второе место в конкурсе юниоров. Это самые многочисленные бест-выставки. И стали «Биг-3» в бесте третьей группы. Это личная амбиция. Лично у меня просто будет греть та мысль, что у меня собака – юный чемпион России, юный чемпион РКФ, чемпион Казахстана и так далее. Нашим регионам география состязаний не ограничивается. За заветной красной лентой в Омск спешат со всех уголков страны – с Новокузнецка, Новосибирска, Кемерово, Ишима, Санкт-Петербурга, даже жители Казахстана. Все ради экспертной оценки своих стараний. А для того, чтобы животные не стрессовали в дороге, их владельцы вооружаются внушительным арсеналом. Любимые игрушки питомцев, охлаждающие попоны, вентиляторы в переносках. Раскрываются боководы и секреты подготовки к собачьему конкурсу красоты. Косметика и укладка – лишь внешний лоск и далеко не самый решающий вклад. Все зависит от хендлера. Хендлер, кто готовит к выставкам. То есть вы прям ходили к специалисту? Да, у нас получается хендлеру, у нее у самой эти собаки. То есть она знает уже, как правильно, а мы только вот болеем за них. К часу икс четвероногие готовились не один день и теперь охотно проявляют себя. Круг почета преодолен и хвостатые демонстрируют чудеса дрессуры. Но до желаемого триумфа еще далеко. Мы оценим у собаки все стати. То есть голова, нос, уши, корпус, движение собаки, шерсть, структура шерсти. Ну и, соответственно, психику, поведение, что немаловажно сейчас для содержания животных в городе. Для удобства всех конкурсантов распределяют по категориям, по породам и возрасту. Сперва выбирают лучших в каждой группе, а финальный раунд – best of the best. Кстати, жюри не обделяют вниманием и хозяев площадки. У нас проходит здесь чемпионат Российской кинологической федерации по выявлению лучших монопород, соответственно, в своих рангах. Мы обмениваемся здесь непосредственно опытом, соответственно, с собаками, с племенными. Мы улучшаем именно свои качества в дальнейшем. Здесь мы предоставляем своих немецких овчарок с племенного питомника. И мы сегодня тут взяли места, то есть лучшие в своем классе. Думаю, что и продолжим это делать и в дальнейшем. И пока собаководы купаются в лучах славы, их любимцам не терпится попробовать вкусные презенты на зуб. Кульминация выставки – показательные выступления четвероногих служак. На глазах посетителей миролюбивые, на первый взгляд, овчарки, превращаются в профессиональных бойцов. На полосе препятствий демонстрируют стальную выдержку, преодолевают ряд сложных препятствий и крутых виражей. Субтитры создавал DimaTorzok Нововаршавский район 65-летний водитель Лады Гранта мчит по автодороге Черлакская-Дробышево к ЖД-станции, где его пассажиры, 10-летняя девочка и ее 25-летний брат должны встретить маму с электрички. Но до пункта назначения компания не добирается, пенсионер теряет управление. Легковушка выписывает на проезжей части крутой пируэт, вылетает в кювет и опрокидывается. Все участники ДТП попадают в больницу. У школьницы травма ноги, у ее брата перелом ребра. Жуткие кадры с места аварии мгновенно облетают соцсети. В ходе проверки данных установлено, что водитель имеет признаки опьянения с помощью алкотектора. Пары алкоголя у него установлены в размере 0,88 мг на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя возбуждено административное дело производства по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления от 1,5 до 2 лет. Еще один перевертыш – Сидельниковский район. За рулем Тойоты Карина 33-летний, а МИЧ. События развиваются идентично. Адрасе Омск, Муромцево. Водитель теряет управление и тоже вылетает в кювет. Правда, у этой истории куда более печальный исход. Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение. Пассажир, который находился в салоне транспортного средства, скончался от полученных травм. И через сутки также водитель скончался от травм, который получил в результате ДТП. Добавлю, что чуть больше трех месяцев назад, в марте, лихача лишили водительских прав. Но это обстоятельство не стало преградой между нарушителем и рулем. Позже его привлекали за управление автомобилем без прав. И вот он снова нарушил закон, но уже в последний раз. Обгон на пешеходном переходе – создание помех к встречному автомобилю. Водитель интересуется, можно ли так делать. В соответствии с пунктом 11.2 правил дорожного движения водителю запрещается выполнять маневр обгона на пешеходном переходе. В данном случае при совершении такого деяния, а также фактах выезда на встречную полосу, где запрещено правило дорожного движения, в отношении водителя может быть возбуждено дело по части 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления от 4 до 6 месяцев. Повторное совершение данного правонарушения может быть квалифицировано по части 5 статьи 12.15, где санкция статьи предусматривает только лишение до одного года. Факт нарушения в третий раз может быть квалифицирован как уголовное преступление по статье 264 Прим. 2, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет. На каунт! Убивай его! 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 На пять преступлений, четыре из которых террористического характера и одно экстремистской направленности. Кроме того, к административной ответственности привлечены 66 граждан. Шесть из них несовершеннолетние. К экстремистской деятельности относятся следующие действия. Пбличные призывы изменения государственного строя насильственным путем, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходство либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, демонстрация запрещенной законодательством атрибутики или символики и распространение экстремистских материалов, а также публичное распространение заведомоложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации, исполнение государственными органами Российской Федерации своих полномочий, совершенное по экстремистским мотивам. Ответственность за экстремизм предусмотрена как административная, так и уголовная. Стоит отметить, что публичным будет являться любое высказывание, даже если оно скрыто настройками приватности, только для друзей или выкладывалось в чате с ограниченным кругом пользователей. В Российской Федерации экстремистская деятельность запрещена законом. Статья 20.29 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает ответственность за производство и распространение экстремистских материалов. Наказание – штраф или административный арест. Статья 280 Уголовного Кодекса устанавливает ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание – вплоть до 5 лет лишения свободы. Статья 282 Уголовного Кодекса устанавливает ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные публично или с использованием средств массовой информации. Наказание – вплоть до 6 лет лишения свободы. Статья 282.1 Уголовного Кодекса устанавливает ответственность за организацию и за участие в экстремистском сообществе. Предусмотренное наказание – вплоть до 8 лет лишения свободы. Статья 282.2 Уголовного Кодекса устанавливает ответственность за организацию деятельности экстремистской организации и участие в ней. Наказание – вплоть до 10 лет лишения свободы. Конституция России гарантирует свободу мысли и слова. Свободу, но не вседозволенность. Каждый в ответе за свои слова и поступки. Не переступайте черту. Соблюдайте закон. Ровно через неделю новый обзор происшествий. Будем разбираться в том, почему это произошло, и выяснять, что было сделано, чтобы этого не повторилось. Ищите проект в интернете. Вы помните, выпуски «Основано». Мы выкладываем на YouTube и давайте верить, что зло будет наказано.